Тренировочный процесс проходит под руководством тренеров Академии «Спартак Москва» имени Федора Черенкова. Но когда еще представится возможность, чтобы тебе подсказал, как действовать на поле Алексей Милешин? Четверхкратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» и обладатель Кубка страны. Прием мяча внутренней стороны стопы, передача. Передача внутренней стороны стопы, да. Принимаем, ровно. Пошли. Внутренний, да, пока внутренний. Они должны быстро принимать решение на футбольном поле. То есть, в основном, знает. А так, естественно, координация, ловкость и все ее проявления. Ну, больше, конечно, хочется степени, чтобы с мячом, но в группе есть ребята, которым тяжело. Поэтому приходится какие-то подбирать средства, чтобы им тоже было интересно. С ним согласен Олег Кужлев, ветеран «Спартака», проведший за клуб немало игр. Главное – дать детям правильное направление. Любовь к футболу – это самый главный, мне кажется, смысл этих сборов, да. Это чтобы ребята стали одной семьей, понимаете. А объединить должен их футбол. Естественно, вот эти упражнения, вот это отношение к делу. Вот даже, может быть, они кто-то первый раз там занимаются, да, но они все стараются. Вот это подкупает. Молодежь старательно повторяет все то, что предлагают им тренеры. Двухразовое ежедневное интенсивное занятие дают о себе знать. Подопечные уже и сами замечают – процесс пошел. Когда мячане стараются, они уже почувствовали вкус настоящего футбола. Главное теперь – закрепить навыки и совершенствоваться. Занимаюсь футболом я пять лет и уже достаточно, чему научился. Показывают разные приемы, финты, как обыграть противника, развивают скорость, реакцию. Тренируются для чего? Чтобы играть. Один из дней посвятили мини-матчем. На площадке Дворца спорта спартаковцы сразились с ровесниками из пришкольных лагерей. Практически первая же атака увенчалась успехом. Отличился Максим Коряжев. Дали пас. Я вижу, что игроков открытых нет. Центр свободен. Двигаю мяч и бью низом. На вратаря посмотрел. Нижний не берет. Низом пробил. К слову, эту игру спартаковцы выиграли со счетом 5-0. Наставники внимательно присматриваются к иголымским мальчишкам. У перспективных есть шанс получить приглашение в футбольную академию «Спартак Москва» имени Федора Черенкова. Сергей Ефимцев, Алексей Николаев. Наши города.